Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт перец, фаршированный мясом, рисом и овощами. Блюдо получается сытное, очень вкусное. Для этого блюда вам понадобится сам болгарский перец, можно брать как зеленый, так и красный, одна морковка и одна большая луковица. Помимо этого вам понадобится паприка, красный молотый перец, кориандр и соль. Паприкой я заменяю томатную пасту. Для начинки вам помимо говяжьего фарша понадобится рис. Рис хорошо промойте и замочите на 1-2 часа в прохладной воде. Фарш смешайте с рисом и пока отставьте в сторону. Подготовьте перец. Часть черешка срежьте, оставьте маленький хвостик. Срежьте у перца верхушечку в виде крышечки. Выньте все семена. Мелко нарежьте лук. Морковь натрите на крупной терке. В чашу мультиварки налейте масло, разогрейте его в режиме жарки. Положите лук. Помешивая, пассируйте до мягкости. Когда лук станет мягким, положите морковку. И готовьте примерно 5 минут. Морковь не должна обжариться, она должна только спассироваться. Когда морковка станет мягкой, примерно 2-3 овощей выложите в тарелку. Оставить совсем чуть-чуть. Примерно 1-3. А это выложите. В оставшиеся овощи выложите пряности. Перемешайте. Прогревайте не более 1 минуты, чтобы паприка не сгорела. И залейте водой. Много не надо воды наливать. Примерно стакан. Установите режим тушения. Закройте крышку и пусть овощи тушатся. Минут 15-20. Морковь и лук, которые вы выложили на тарелку, полностью остудите. Переложите в миску с фаршем. И перемешайте. Перемешивая, не забудьте положить соль. Теперь этим фаршем нужно начинить перчики. Перчики фаршем наполняйте так, чтобы осталось место еще. Так как в процессе варки рис разбухнет и полностью заполнит все пространство. Откройте мультиварку. Подлива почти не кипит, так как здесь поставлен режим тушения. И теперь нужно заполненный фаршем перец установить в чашу. Перец старайтесь устанавливать вертикально. Но если он ляжет боком, тоже ничего страшного. Вот перец я выложила. Теперь нужно налить горячую воду, чтобы она чуть-чуть не доходила до верха. Нужно закрыть крышкой. Довести до кипения. Это можно сделать в режиме жарка. Подлива закипела. Теперь можно установить режим тушения. Если вы еще подливу не солили, это нужно сделать сейчас. Фаршированный перец готов. Осталось его выложить на тарелку. Полить получившейся подливкой и посыпать зеленью. Перец фаршированный мясом, рисом и овощами готов. Он получается очень ароматный. А начинка сочная и вкусная. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok